Участники четырехсторонней встречи по Украине, которая сегодня прошла в Берлине, оценивают переговоры как позитивные. Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины едины во мнении. Минские договоренности продолжат действовать, пока не будут полностью выполнены. В прямой эфир выходит наш корреспондент Иван Благой с подробностями. Пропал звук. Иван, вы слышите Москву? Да, сейчас слышу. Пожалуйста, вам слово. Да, сейчас я вас слышу. Ну, во-первых, я хочу отметить то, что встреча завершилась. Тем не менее, строжайший режим безопасности действует до сих пор. Это значит, что, например, мы не можем сейчас направить нашу телекамеру на виллу Борзик, где проходили переговоры. Тем не менее, результаты встречи нам, конечно же, известны. Во-первых, министры оценили прогресс в отводе вооружений калибром до 100 мм. Крайний срок для отвода таких вооружений 12 ноября. И, по всей видимости, он будет соблюден. Все это открывает уже новые перспективы. Договоренности по вооружениям калибра менее 100 мм выполняются. Необходимо их же применить к вооружениям калибром выше 100 мм. И мы активно поддержали специальную мониторинговую миссию в том, чтобы она продолжала выполнять свои функции, купировала отдельные нарушения, которые не имеют такого повального характера. Это всеми отмечалось. И я очень надеюсь, что эта эскалация будет приостановлена. Теперь в отношении выборов в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Здесь много проволочек. Закон о местных выборах в Донбассе до сих пор не принят. Киев не успевает. Все это значит, что выполнение пунктов минских договоренностей переносится уже на следующий год. Нет ни у кого сомнения, что минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены. И хотя бы такой факт, как необходимость разработать общеприемлемый украинский закон о местных выборах на Донбассе, и факт, который состоит в том, что после принятия этого закона потребуется 90 дней для подготовки выборов, простое сопоставление этих цифр показывает, что, конечно же, до конца года мы этого сделать не сможем. И выполнение Минска перенесется на следующий год. До сих пор остается множество нерешенных вопросов. Кратко их обрисовал немецкий министр. Эти вопросы касаются того, как нам действовать при проведении местных выборов, как действовать с перемещенными лицами, которые имели дома в Донбассе и утратили. Какие партии будут представлены на этих выборах, как будут составлены избирательные комиссии, и какие у них будут полномочия, а также кто будет заниматься мониторингом выборов и нести за них ответственность. Все эти вопросы мы должны решить в ближайшее время. И все эти вопросы будут обсуждаться в рамках рабочей группы. Результат отслеживать министра нормандской четверки, министра иностранных дел нормандской четверки. И это не все. Продолжается фактическая блокада Киевом самопровозглашенных республик. Крайне мало пунктов пропуска. Огромные проблемы с выплатой пенсии и пособий. Ситуация в этом плане, как отметил Сергей Лавров, не улучшается. Проблема усугубляет и то, что многие транспортные пути заминированы. Они должны быть разминированы. И причем, судя по всему, эта работа начнется еще до 1 декабря. Спасибо, Иван Благой сообщает все подробности из Берлина о переговорах по Украине.